Вы смотрите итоговую программу День с толком. О самых ярких событиях этой недели расскажу вам я, Ирина Корчагина. А начнем с главного события последних дней. Конечно же, это военное положение, которое теперь действует в нескольких регионах. Об этом в среду заявил Владимир Путин на заседании Совета Безопасности. Напомним, военное положение введено в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также Путин ввел средний уровень реагирования в восьми регионах страны. Среди них Курская область, Краснодарский край, Крым, часть Южного федерального округа и Центральный федеральный округ, включая Москву и Московскую область, теперь на уровне повышенной готовности. Что касается Алтайского края и остальных регионов России, здесь уже действует уровень базовой готовности. Это значит, что на местах власти могут усилить охрану общественного порядка, а также ввести особый порядок работы важнейших объектов. Это транспорт, коммуникации, связь, энергетика и другая критическая инфраструктура. Также стало известно, что в крае будет создан оперативный штаб. Что-то подобное мы с вами уже переживали, когда началась пандемия. Подробнее о том, как изменится наша жизнь в режиме базовой готовности за тысячи километров от фронта, рассказал политолог Константин Лукин. В данном случае все регионы в России переводятся на так называемые мобилизационные рельсы экономики. Базовый уровень готовности для региона означает, что у него будет создан оперштаб во главе с губернатором, куда войдут представители Министерства обороны, силовых ведомств, правительство, депутатского корпуса, который займется непосредственно помощью Министерства обороны в проведении специальной военной операции. И, соответственно, все будет подключено и посвящено именно помощи каждого региона во время СВО. И в данном случае именно на губернаторах, как руководителя перштабов, будет лежать задача обеспечения всех происходящих процессов, связанных с СВО, в том числе и с частичной мобилизацией. Потому что то, как кинулись скупать, собирать, отправлять зачастую ненужные вещи, тоже никуда не годится. И в данном случае это попытка действительно структурировать любую помощь армии. На присоединенных территориях так или иначе уже и так действовал по сути же военный режим. То есть там нельзя сказать, что это было мирное время. Можно ли сказать, что сейчас это официальное заявление, это просто такая попытка оформить все это в рамках нашего законодательства? Да, в том числе это и оформление в рамках нашего законодательства, и признание того, что теперь вся Россия будет помогать, участвовать и делать. То есть действительно для жителей Донбасса и Луганска, которые 8 лет уже находятся в зоне боевых действий, для них изменится не так много, но тем не менее изменится скорее в лучшую сторону. Ведь раньше они были предоставлены сами себе, а теперь все-таки будет оказываться непосредственно и гуманитарная, и финансовая помощь всевозможная. Понятно, что Алтайский край может и должен заниматься продовольствием и обеспечением. И при этом у нас достаточно много незагруженных производств, которые спокойно могут обеспечивать Министерство обороны. И новопредсоединенные территории, и все остальные территории различными. Вот легкое производство мы спокойненько здесь можем, форма, обувь. Наверное, вот этот вопрос волнует сейчас очень многих. Насколько вероятно введение военного положения уже прямо во всех регионах? Очень вряд ли. Очень вряд ли даже режим повышенной готовности, если это, конечно, не дай бог, не будет связано с какими-то там террористическими актами. И вот в связи с СВО введением в Сибири или Дальнего Востока, ну, это уж из Сирии совсем практически невероятное событие. Вот на ваш взгляд, теперь режим повышенной готовности в одних регионах, режим военного положения в других регионах будет снят только тогда, когда мы достигнем определенных целей, которые ставит перед собой наше правительство? Или когда, ну, как-то устаканится ситуация на фронте? Скорее, когда все-таки достигнем цели. Все, вообще, все развитие, вот, хода СВО, да, показывает, что те цели, которые были заявлены в самом начале, исключены неизменными, и добиваться мы это будем всеми силами. На этой неделе в городах края вновь провожали своих сыновей, мужей и отцов. Из Бийска, например, отправили самую большую группу мобилизованных. Что заставляет людей идти на фронт, кроме повестки, конечно, смотрите в сюжете. Егор Чурилин и Алексей Анисимов выросли в селе Усяц Камбийского района. Вместе ходили в школу. А сегодня вместе добровольно отправляются на сборный учебный пункт. Друг позвал, что мы пойдем. Мы пошли с другом. То есть вы в военкомат сначала пришли? Да, в военкомат пришли, да. Все, заявление подал. И пошли мы служить. Было принято решение. Просто другого развития событий я не представляю. Ну, скажу кратко. А кто, если не мы? Мужчины добровольно заявляли о своем решении быть мобилизованными самостоятельно в военкомате, а также через сайт госуслуги. И уже после этого получали повестки. Много народу пребывало. Ну и все, что нужно было, мы делали. Оформляли на них документы. Было время немножко подготовиться. Вот сегодня как бы набралось еще 100 человек, которые готовы. Из них сегодня 52 человека отправили. Завтра еще планируется отправка порядка 45-47 человек. Мобилизованная группа отправляется в город Олейск. Там в ближайшие три недели добровольцы пройдут военную подготовку среди бойцов действующего подразделения. По словам военного комиссара, это поможет бейчанам эффективнее подготовиться к военным действиям. Настрой боевой, как сказать. Подготовились, слава богу, время было. Дали время подготовиться и психически, и морально, и физически. Дали возможность подготовиться, время. Уезжать, конечно, только дураки не боятся. Или говорят, что не боятся. Поэтому боятся все. Но готовиться надо. Поэтому кто, если не мы, поэтому готовы. Отметим, что указа президента о завершении частичной мобилизации в России на настоящий момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Дарья Федоркина, Илья Питков. День с толком. Важное решение, которое было принято на днях в правительстве края – новые меры поддержки семей, в которых были призваны мужчины. Речь идет об освобождении платы за детский сад, горячем питании для школьников и не только. Например, пожилым, родственникам и инвалидам из семьи мобилизованного будут в приоритетном порядке предоставлять социальные услуги. Дети до полутора лет, чьих отцов мобилизовали, попадут в детский сад вне очереди. Правда, если в наличии будут свободные места. Бесплатное горячее питание предоставят и студентам очной формы обучения, чьи отцы ушли воевать. Членам семей готовы содействовать и в поиске работы. Для них предусмотрена организация профессионального обучения. Семьям также планируют бесплатно оказывать юридическую помощь. Кроме того, единовременная выплата в 100 тысяч не будет учитываться в составе доходов семей при получении других мер поддержки. Как управлять беспилотниками, рыть окопы и оказывать первую помощь? В Барнауле стартовала начальная военная подготовка для всех желающих. Ее организовали барнаульские добровольцы совершенно бесплатно для того, чтобы у новобранцев было больше шансов на выживание. Подробнее в сюжете Валентина Аскеровой. Запрокинуть голову еще побольше, вывезти еще раз челюсть. Как делать искусственную вентиляцию легких? Правильно накладывать жгут и транспортировать раненого. Первой медицинской помощи обучают барнаульцев на курсах боевой подготовки. Навыки помогут не растеряться на поле боя, если до этого дойдет. Мы берем закончик, затянули. У нас несколько основных дисциплин. Это психологическая подготовка, тактическая, огневая, быт в боевых условиях, инженерная подготовка, управление БПЛА дронами, радиосвязь, топография. В общем, у нас спектр достаточно широкий. Обучение началось полтора месяца назад. На сегодняшний день в группе военной подготовки 30 человек. Мужчины от 25 до 50 лет. Организаторы просят не показывать ни их лиц, ни лиц учеников в целях безопасности. Курсов по начальной военной подготовке, к слову, не только в крае, в стране не так уж и много. Мы с вами уже видели, как проводится мобилизация, какой уровень подготовки. Очень много отзывов мы увидели. И в реальности нынешняя армия действует еще, к сожалению, по режиму мирного времени. Построение на плацу и различное изучение устава, штудирование устава, они особо не помогут в боевых действиях. Именно нужны реальные боевые навыки, которые мы даем. Занятия проходят бесплатно для всех желающих от 18 лет. Организаторы подбирают помещения инструкторов преимущественно с боевой подготовкой. Вся работа на добровольных началах. На данный момент в качестве материальной базы мы используем наше личное имущество. Нам требуется и помещение для занятий, и материально-техническая база. Поэтому мы просим о помощи неравнодушных граждан и предпринимателей, организаций и органов власти для содействия. Желающих пройти начальную военную подготовку уже набралось 80 человек. Они ждут своей очереди. Кстати, записаться могут и женщины. Для них проходит занятие показанию первой медицинской помощи. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. И к другим темам этой недели. Здание на проспекте Калинина, где погибло двое рабочих, строили самовольно, без каких-либо разрешающих документов. Мужчин придавило при установке плиты. По факту гибели людей на рабочем месте, следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробнее в сюжете. Когда положили уже плиту на балку, и тогда балка топнула пополам. По словам очевидцев, все произошло мгновенно. Водитель грузовика подъехал к строящемуся объекту. Началась разгрузка плит для монтажа потолочных перекрытий. Плиту положили, и в какой-то момент конструкция не выдержала и рухнула. Под завалами оказались двое рабочих. Мужчины 1960 и 1974 годов рождения погибли. Мы успели крикнуть, чтобы они прыгали, и все. И они не успели. Прям резко. Все произошло. А вас сейчас как-то опрашивают, да? Как свидетеля тоже? Ну, опросили, да. Что делал, как привез. Кому привез. Зачем привез. А что здесь строится, не знаете? Вроде говорили, что ремонт мебели или постройка мебели. Что-то такое. Производство мебели. Мебель и цех. Трагедия произошла вчера днем, 18 октября. К месту происшествия оперативно стянули следователи, криминалисты, прокуроры. Удалось выяснить, что один из собственников строящегося здания не имел разрешения на строительство. А это значит, что никакой официальной информации о проекте нет. Непонятно, как и из чего строили здание. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Сейчас следователи продолжают собирать информацию, опрашивать свидетелей, в том числе владельца здания, который начал самобольную стройку, в надежде позже ее каким-то образом узаконить. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. А в Бийске на днях совершили нападение на бригаду скорой помощи. Это произошло, когда медики приехали на вызов. На фельдшера набросился мужчина с ножом. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает. Но бригады скорой помощи регулярно сталкиваются с угрозами в свой адрес. Например, за отказ снять обувь бывают и такие требования недалеких пациентов. Но помимо оскорблений, часто медики рискуют получить и серьезные ранения, как в данном случае. Как защитить и спасти тех, кто сам приезжает спасать жизни? Об этом мы поговорили с нашим экспертом. Я сам, будучи студентом третьего курса, проходил практику работы на скорой помощи. Ну, как бы хотел бы сказать, что это тяжелая работа на самом деле, потому что поднимаешься в квартиру, и ты не понимаешь, что тебя там ждет. У полицейских хотя бы есть оружие, а ничего нет. Да, зачастую вызовы происходят пьяными людьми, которые могут оскорбить медицинского работника, накричать. И за это им, если опять же смогут оказать, штраф 4 тысячи рублей. То есть по сравнению с полицейским это, ну, неизмеримо. А если нападут на медицинского работника, то в общих правилах хулиганство, и там даже условный срок. Мое мнение, как и большинство моих коллег, рецепт очень простой. Он действующий рецепт. Нужно пойти по примеру полицейских. Есть 318-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Об ужесточении ответственности в случае, если ты оскорбил полицейского при исполнении, 2 года лишения свободы. Если ты, упаси Боже, напал на полицейского, не причинив вреда здоровья, 5 лет лишения свободы. Причинил средний вред здоровью и тяжести 12 лет. И тяжкий вред 20 лет. Теперь вопрос, чем отличается медицинский работник, исполняющий свой долг, от полицейского при исполнении. Мое мнение, ничем. И полицейский, и медицинский работник спасает жизнь. Поэтому я считаю, что нужно уравнять их непосредственно в той мере, в плане, если оскорбил, пожалуйста, такая же ответственность наступает. Если упаси Боже напал на медицинского работника, скорая помощь, то же самое. У нас количество медицинских работников постоянно, к сожалению, уменьшается. Ну, не секрет, что есть дефицит кадров в этой отрасли. И поэтому именно вот сейчас назрела та тенденция, чтобы максимально обезопасить, максимально сохранить именно медицинских работников, работающих, простите, на переднем крае, которые непосредственно оказывают скорую помощь нашим населению. Нужно просто, чтобы комитет по здравоохранению Алтайского краевого законодательного собрания обратился в профильный комитет Государственной Думы по охране здоровья, опять же, через наших депутатов Государственного Думы, представляющих Алтайский край. И я думаю, что, в принципе, хотя бы дискуссию начать, это уже было бы полдела. Я считаю, что именно вот сейчас, в условиях непростой обстановки, государство пойдет навстречу и, как и полицейских, также защитит и своих медицинских работников. Алтайский краевой суд отменил оправдательный приговор в отношении трех организаторов частного приюта для престарелых в Рубцовске. Напомним, это громкая история с интернатом, где морили голодом и держали в антисанитарии стариков. После выхода нашего сюжета в августе оправдательным приговором заинтересовался глава Следственного комитета России. В результате фигуранты дела в ближайшее время могут вновь оказаться на скамье подсудимых. Это крики, они такие вот, как вроде о помощи просят. Ой, ой. Я думаю, да что там с ними делают. Крики о помощи из Рубцовской гостиницы для стариков звучали практически ежедневно. Об этом в августе нашему телеканалу рассказали очевидцы. О том, что в частном интернате Рубцовска не все спокойно, стало известно еще в прошлом году. Общественники забили тревогу. Чай у них был три пакетика на 50 литров бадью. Когда мы начали спрашивать про продукты, они нам ничего внятного не смогли ответить. У них их просто не было. Чуть-чуть была капелька натертой моркови в морозильной камере. В полморозильной камере мороженых баклажан. На завтрак был такой рацион. Вода, соль, крупа. Больше ничего. Прокуратура выявила массу нарушений. Троих женщин, организаторов приюта, заключили под стражу. Но вместо реальных сроков прокурор просил до шести лет лишения свободы. Подсудимых отпустили на свободу, так как в их действиях отсутствует состав преступления. Там такой запах стоял, что вот просто глаза слезились. Там не предусмотрено даже проветривание. И там лежала умирающая уже бабушка. Я говорю, а какую медицинскую помощь вы оказываете? А вот мы привозим врачей. У вас лекарства-то на всякий случай экстренные есть? Есть. Покажите аптечку. Нету. После оправдательного приговора вскипел весь Рубцовск. Ведь условия содержания пожилых людей были действительно нечеловеческие. Сейчас бывшие постояльцы приюта содержатся в Государственном доме престарелых. Директор Государственного дома престарелых тоже присутствовал при вывозе людей, стариков оттуда, в свой государственный. Люди первое время наиста не могли, ели оладьи с хлебом. И постоянно спрашивали, сколько мы вам должны за это. У нас весь город в шоке. У нас весь город на ушах стоял, когда оправдательные приговоры. После общественного резонанса лояльным приговором заинтересовалась Генеральная прокуратура. В итоге оправдательный приговор на прошлой неделе был отменен. 13 октября состоялся в Барнауле суд, который отменил оправдательный приговор. И было принято апелляционное представление, в котором говорится, что передать это дело на повторное рассмотрение в новом составе судей и со стадии судебного разбирательства. Жители Рубцовска, общественность и экспостояльцы приюта надеются, что теперь организаторам не избежать реального наказания. А между тем, Министерство соцзащиты отметили, что на сегодняшний день в Алтайском крае вызывает опасения работы и других частных круглосуточных приютов. В настоящее время в 65 таких объектах проживает более 1600 граждан пожилого возраста и инвалидов. Большинство из них, также отмечу, размещены близкими родственниками. Практика показывает, что там предоставляется низкий уровень качества помощи, отсутствуют необходимые условия. Министерство соцзащиты не всегда может контролировать частные организации, но, тем не менее, ведомство регулярно передает сведения в надзорные органы об интернатах. И остается только надеяться, что алтайские дома престарелых и их организаторы больше никогда не будут на карандаше генерального следкома. А чем закончится история с Рубцовским приютом, пока неизвестно. Мы будем следить за развитием событий. А сегодня жители Рубцовска сообщили нашему корреспонденту, что в их городе опять собираются открывать частный пансионат для пожилых людей. И, по мнению рубцовчан, речь идет именно об этом приюте. К этой теме мы, естественно, еще вернемся. На днях в Барнауле выровняли площадку на месте знаменитой горки Дедушки Славы. На протяжении 20 лет туда съезжались дети и родители со всего города. А началось все с того, что местный житель поселка Булыгина Вячеслав Замышляев свою первую горку построил для внуков, когда вышел на пенсию. Так что стало с горкой и что об этом думает сам Дедушка Слава? Мы на месте, где еще недавно стояла известная горка Дедушки Славы. Она радовала не только местных жителей. Сюда съезжались дети и родители со всего города. Теперь это лишь история. Сегодня горки уже нет. Борьба за горку Ледянку шла давно. Последние несколько лет поднимался вопрос о сносе горки местными бизнесменами. Также были недовольны некоторые люди, живущие по соседству. Все такие аттракционы должны быть безопасными для детей и взрослых. Ну и следующий аспект. Ну это постоянное большое количество народа, которые приезжают пожарить шашлыки, употребить алкоголь, горы мусора, который в принципе никто потом не убирает. То есть жильцы, соседи все выходят и наводят там порядок. Напомним, что Дедушка Слава, он же Вячеслав Замышляев, оборудовал знаменитую горку Ледянку, купил земли, насыпал холм, оборудовал ступеньки и установил фонарь. Каждую зиму он заливал горку водой. Летом подстригал газон. С 97-го года у нас дед построил в 97-м году эту горку для своих внуков. А ну приходили чужие детки, много. И дед решил эту горку сделать большой. Вот 25 лет существовала эта горка, радовала детишек, радовала родителей, радовала всех нас. По словам родственников Дедушки Славы, они не получали никакой материальной выгоды с горки. Занимались ей как благотворительностью. Радовались от того, что много людей получают удовольствие, катаясь на ней. Горку не снесли, а перенесли. Хотя перенести в другое место. А мне все согласовали. Я дал разрешение, чтобы они это сделали. Собралась инициативная группа, которая хочет эту горку немного в другом месте разместить. Что именно стало причиной переноса горки, нам выяснить так и не удалось. По словам представителей инициативной группы, в ближайшее время будет проводиться подготовка горки в более безопасном месте. И это совсем недалеко. Поэтому люди не лишатся зимних забав и смогут приезжать на любимую горку. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Барнаульцы хотят увидеть вместо пустыря парк. Речь идет о территории за ТРЦ Европа. В советское время там хотели возвести большой парк для жителей строящихся кварталов. Сейчас микрорайон разросся и стал одним из самых густонаселенных. Но парковой зоны там до сих пор нет. За годы пустырь оброс городскими легендами. Но горожане не оставляют надежды сделать это место центром притяжения для всего района. Подробнее в специальном репортаже Марии Мацаевой. Пустырь между Павловским трактом и улицей Взлетная. Об этом месте точно знает почти каждый житель индустриального района. Потому что эта точка соединяет между собой важные оживленные кварталы. Но ходить здесь не то чтобы неудобно, сколько небезопасно. Кругом овраги, ямы, кучи бытового и строительного мусора. А ведь место, проходная точка и короткий путь для горожан. Она не только связывает между собой улицы, но и ведет к одному из крупных ТРЦ города. Мало кому известно, что еще с советских времен эта территория составляла огромную площадь и была отдана под строительство парка. Но эта идея ушла в небытие. Сейчас неравнодушные жители своими силами пытаются разобрать мусор и выходят на субботники. Мы узнали о том, что вот эта территория, вот этот пустырь с оврагом, должны быть в территории парка. По плану, по кадастровой карте он отдан под парки и зоны отдыха. И мы так поняли, что просто никто этим не занимается. Ну и решили начать с того, чтобы просто прибраться тут маленько, убрать вот эти дорожки, которые уже используются горожанами для прохода. А вот вырезка из газеты 1987 года. В ней говорится, что в индустриальном районе Барнаула у Павловского тракта заложен парк в честь 50-летия образования нашего края. Около двух тысяч барнаульцев пришли туда, чтобы высадить пять тысяч деревьев. Свою работу они сопровождали, как настоящие советские жители, песнями, лозунгами и плакатами и верой в светлое будущее. Вокруг юбилейного парка будет строиться новый огромный жилой микрорайон, рассчитанный на десятки тысяч жителей. И парк станет прекрасным местом проведения их досуга. Огромный микрорайон построили, но вот парк так и не появился, а посаженные деревья не прижились. Впоследствии место стало лакомым кусочком для коммерческих и жилых построек. Если вы посмотрите на кадастровую карту, Павловский тракт, улица Взлетная, Шумакова, то есть вот эта территория, которая в советское время в 70-е годы давалась как некий зеленый резерв под развитие новых микрорайонов, то есть это должен был быть парк районного притяжения, она постепенно приходила в упадок и в общем-то деградировала. Как вы видите, по ее периметру постепенно отмежевывали участки различного значения. От заложенной площади на парк сохранилось менее 30%. Из оставшегося сплошные овраги. Откуда они там появились – непонятно. Но у Барнаульского краеведа на этот счет есть исторические сведения. Есть версия более такая вот подобная, она уже как бы хорошо хранится в истории. Павловский тракт, когда строили вот эту вот протяженность его дальше, глину оттуда брали для насыпки, поднятия полотна. Вот это вот тоже есть. Образовались и на дне этих оврагов, я туда несколько раз ходил и с ребятами мы ходили, там родники. Виктор Александрович преподает историю в одной из школ Барнаула и вместе с учениками по крупицам восстанавливает историю авиации края. Он нам и рассказал, что в начале 20 века на месте современных улиц Попова, Павловского тракта и Малахова располагался аэродром. На месте нынешних домов из земли торчали аэродромные конструкции, а на пустырь за Европой спускались парашютисты. Сейчас об авиационном прошлом этого квартала напоминает лишь улица Взлетная и ее самолет. К слову, это место у барнаульцев считается криминальной зоной. Не так давно здесь средь бела дня напали на женщину. Поэтому местные жители уж тем более по ночам ходить здесь просто боятся. Мы тут не ходим в школу. Здесь очень страшно. Особенно когда тут то нападали, то еще что-то. Мы после этого и перестали вообще здесь ходить. Вот только в солнечный день, когда тепло, никого нет. Ну да, это недоработка, конечно. Было бы хорошо, если бы здесь был хороший парк. Район вокруг огромный, но в его черте нет ни одного парка. Пустырь – единственный оставшийся свободный клочок земли. Как добавляют эксперты, для частных застройщиков это место не особо востребовано из-за оврагов. А вот разместить там парковую зону – удачное решение. Я могу сказать, что там довольно интересный рельеф. Сложный, но интересный. Рельеф, скажем так, это практически всегда лучше, чем отсутствие рельефа, потому что позволяет благоустройство делать более разнообразным. Можно создавать гроты, террасы, можно создавать амфитеатры, интегрированные в рельеф, перепады высоты, можно создавать водоемы и прочее. По старым советским генпланам эта территория должна была быть парком, и не просто парком, а частью очень важного зеленого каркаса города. Ну, во-вторых, потому что индустриальный район, пожалуй, самый обделенный район с точки зрения зеленых зон. Там живет больше 100 тысяч человек, в основном молодых, семей с детьми, и они не имеют возможности гулять со своими детьми, отдыхать полноценно в зеленых зонах. Мы сделали запрос в администрацию города в надежде, что они поделятся планами на эту территорию. Пока неравнодушные горожане хотят провести здесь субботник, 29 октября. На него приглашают и всех желающих. Пока это место совершенно одиноко и бесхозно, хотя вокруг него кипит жизнь целых кварталов. Горожане надеются, что все же эту пустоту получится заполнить, например, красивой парковой зоной. Мария Мацаева, Андрей Печоркин. День с толком. Ну а для жителей Новоалтайска эта неделя заканчивается приятным событием. Сегодня там наконец-то открыли мост, который соединяет две части города. В последние годы горбатый мост, так его называют в народе, находился в аварийном состоянии. Напомним, на ремонт путепровод закрыли в апреле этого года. Полгода жителям Новоалтайска приходилось кататься в объезд через федеральную трассу, чтобы попасть в другую часть города. Перевозчики меняли свои маршруты, что тоже доставляло свои неудобства. Власти уверены, новый мост прослужит полвека. Субтитры создавал DimaTorzok